Если ты когда-нибудь спал, то это видео для тебя. Привет, меня зовут Олег, и сегодня я решил рассказать несколько советов, связанных со сном. Если с самого утра ты засыпаешь прямо на ходу и не можешь ничего нормально делать, значит ты не выспался, и это нужно как-то решать. Большинство людей в данной ситуации просто выпивают чашечку кофе, и он и вправду поможет, но не сильно и ненадолго. А некоторые предпочитают выпить энергетик, купленный в магазине, ведь он-то точно поможет. После энергетика у вас действительно появится куча энергии, которая не даст вам уснуть и сделает вас более продуктивным. Но не стоит забывать о его вреде для сердца, печени, желудка, а также всего остального организма. И если вам надо выпить реально тонизирующий и минимально вредный напиток, единственный вариант это сделать его самому. Понадобится аскорбиновая кислота, лимон, черный чай и порошок гуараны. Для начала нужно заварить крепкий черный чай. Затем добавить туда немного лимонного сока, парочку аскорбинок и насыпать щепотку гуараны. По вкусу, конечно, не редбул, но зато вы не убиваете свой организм. Все мы знаем, каково это, когда ты часами ворочаешься в постели и никак не можешь уснуть. Это очень выбешивает. И чтобы в таких ситуациях уснуть быстрее и спокойнее, мне помогают различные звуки. Лучше всего монотонный звук стучащих колес поезда. Вы можете найти и свои любимые звуки для сна на ютубе, их там полно. И все, что нужно сделать, это включить такой ролик и отложить телефон куда-нибудь в сторону. Уверен, это вам поможет. И еще, чтобы быстрее засыпать, перестаньте уже наконец лазить в телефоне перед сном. Это мешает нашему мозгу расслабиться. Пора вставать. Звонит будильник, а ты еще в полусне, его отключаешь и спишь дальше. Иногда проснуться утром это целое испытание. Но почему мы иногда встаем нормально? Все дело в мотивации. Если у тебя есть четкая цель на утро и ты знаешь, что тебе нужно прямо сейчас делать, просыпание будет гораздо легче, чем обычно. Кстати, и в первую минуту дня желательно сразу умыться холодной водой. Это очень бодрит. Можно поставить себе как цель любое регулярное действие. К примеру, в 9 утра ежедневно выходить на спортивную площадку. Во-первых, это будет полезно для здоровья. А если ты думаешь, что потом будешь весь день уставшим, то нет, скорее наоборот получишь заряд положительной энергии. Если уже ничего не помогло и ты все равно сонный, а впереди еще дорога на учебу или на работу, то можно поспать и в общественном транспорте. 30 минут сна никогда не будут лишними. Вот только воришки могут легко потянуть ваши вещи во время сна. Поэтому, прежде всего, засуньте руки в карманы и потом уже можете спокойно ложиться спать. Не знаю, можно ли назвать это лайфхаком, но я иногда записываю свои сны. Сон забывается в первые 10 минут после подъема, поэтому нужно делать это сразу. А зачем вообще это нужно? В дальнейшем будет очень прикольно перечитать, что тебе снилось и поржать, ведь сон уже вроде бы забыт, но при прочтении будет частично восстанавливаться в памяти. Попробуй, получается довольно прикольное ощущение. Существует такое понятие, как осознанное сновидение. Это когда ты можешь управлять своим сном и делать там все, что угодно, но сегодня я про него уже не расскажу. Если вам реально интересно об этом узнать, то напишите в комментах об этом, и я обязательно сделаю такой ролик. Ну и не забудьте поставить лайк под этим роликом, а также посмотреть вот этот вот. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok